Тем временем кое-где состоянием дорог заинтересовались правоохранительные органы. В Пермском крае следователи разбираются, почему участок трассы М7 после ремонта выглядит как проселочный тракт. Похожая ситуация и в уральском городе Ревде. Проезжую часть в центре города автомобилисты решили привести в порядок сами. Что думают об инициативе чиновники, узнал Сергей Цузкин. Эту машину щебня жители города Ревда Свердловской области купили в складчину. Они сами решили заделать ямы на центральных улицах. Меня убеждают в том, что какие-то комиссии проводятся, но это каждый год одно и то же. Но дороги каждый год становятся все хуже, хуже и хуже. Желание залатать дороги возникло у Семена Костромина после того, как он пробил сразу два колеса на своей машине. Он оформил ДТП и потребовал от администрации города компенсировать затраты на ремонт. Получив отказ, взялся за лопату. Мне показалось, что мне надо. И я пошел делать. Куда деваться? Раз они не могут, в смысле администрация не может, пойду, сам сделаю. А раз они в этом нуждаются. Оказалось так, что у меня много единомышленников. Пожертвовать на ремонт согласились сотни горожан. Они составили карту разбитых дорог, насчитали несколько десятков проблемных участков. Ямы такие, что проехать порой сложно даже на грузовике. Ты едешь по городу, бывают места, где ты едешь со скоростью 5-10 километров на первой передаче и допопадаешь в яму так, что брякает. Ломать машины устали и жители Нижнего Тагила. В надежде привлечь внимание местных властей, самые глубокие ямы они отметили могильными венками. Из-за неработающей ливневой канализации каждую весну асфальт на этих улицах сходит вместе со снегом. Но настоящая дорога смерти образовалась в соседнем Пермском крае. Участок трассы М7 «Волга» выглядит как проселочная насыпная дорога. Краевой следственный комитет на этой неделе возбудил уголовное дело. Следователи подозревают пермское автодорожное предприятие в плохом качестве ремонтных работ. В прошлом году на этом участке в авариях погибли три человека. Между тем власти Ревды инициативных горожан, организовавших засыпку ям-щебнем, не поддержали. Заявили, что от таких заплат дороги разбиваются еще сильнее. Но признали, что капитального ремонта дорожной сети в ближайшее время не предвидится. Бюджет, латаем дыры, понимаете? Да, стараемся это сделать масштабно, как-то картами, но все равно это остается латанием дыр. Поэтому вот такая ситуация у нас каждую весну и возникает. Поэтому, наверное, она из года в год и ухудшается. В городской администрации говорят, что в этом году смогут сделать только одну дорогу. Это улица Институтская. Ремонт ей, конечно же, нужен. Асфальта здесь не было еще никогда. Но, тем не менее, эта улица на окраине города и даже по меркам Ревды, она очень короткая. На всех остальных проблемных участках возможен лишь ямочный ремонт. На центральные улицы города дорожная техника в эти дни все же выехала. Свежий асфальт, пусть и на отдельных участках, обещают уложить здесь к майским праздникам. Сергей Цуцкин, Максим Трубников, Елена Карькина, Андрей Ткач. Уральское бюро. Первого канала.